22 ноября 1920 года объявляется арбитражное решение президента Соединенных Штатов Америки Уудро Уилсона. Что из себя представляет это решение, что этим документировано и какую юридическую силу оно имеет? Арбитражное решение Уудро Уилсона об армяно-турецкой границе. Вот в этой книге резюмируется примерно 20-летняя работа дипломата, посла, политолога господина Ара Папяна с международными архивными документами. Арбитражное решение было огромной победой для Армении, которым были установлены и подтверждены государственные границы между Арменией и Турцией. Здесь действуют неукоснительные принципы и доказательства, которые никто в мире не может опровергнуть. Очень важно знать, что такого рода арбитражные решения не имеют срока давности и подлежат обязательному исполнению. На арбитражном решении стоит большая печать Соединенных Штатов Америки, что означает, что данные решения являются частью законодательства США. В ноябре 1918 года окончилась Первая мировая война. После тех событий 19 января в 1920 году в Париже созывается Верховное Собрание, где и принимаются решения относительно границ стран и их статусов. Страны-участницы Верховного Совета – Великобритания, Франция, Япония, Италия – согласились признать армянское правительство. Соединенные Штаты согласились признать де-факто армянское правительство 23 апреля 1920 года, при условии, что решение о территориальных границах будет оставлено на последующее определение. 26 апреля 1920 года в городе Сан-Ремо Верховный Совет во время встречи предложил, чтобы США приняли мандат Армении и чтобы президент США арбитражным решением установил границы между Арменией и Турцией. В июле 1920 года начинаются исследовательские работы по данному вопросу. Госдепартамент начал собирать команду экспертов. В августе 1920 года Великобритания, Франция, Япония, Италия и турецкая сторона в городе Север подписывают договор, в котором Турция признает Армению как свободную и независимую республику. Также подписывается соглашение между Арменией и Турцией, что решение относительно границ должен вынести президент Соединенных Штатов Вудро Уилсон арбитражным решением. 22 июля 1920 года султан Мехмед VI, конституционный глава Османской империи, в главной резиденции Елды-Сарай созывает совет, в котором принимают участие 50 видных военных и политических деятелей, в том числе министры, сенаторы, генералы. Присутствует также премьер-министр Дамат Ферид Паша, который выступает в пользу подписания договора. Султан Мехмед завершает заседание, попросив встать тех, кто за подписание договора. Все встают. Таким образом, договор был утвержден. 10 августа 2020 года, сразу после подписания Северского договора, комиссия по разграничению начинает свою работу. Кроме государственных экспертов, госкомиссия обратилась за помощью к миссионерам, а также к людям, которые на данной местности имели опыт для получения более доскональной информации из городов, деревень и районов. 28 сентября 1920 года комиссия по разграничению, которую возглавлял профессор Уильям Линн Вестерман, предоставила свой доклад в Госдепартамент. Спустя два месяца президент Уилсон свое арбитражное решение передает правительствам стран-союзниц. В письме, направленном в Верховный суд, президент Уилсон пишет, абсолютно и полностью осознавая ту степень ответственности, которая была возложена на меня по вашей просьбе, я подошел к этой сложнейшей задаче с искренним желанием служить интересам армянского народа, а также остальных жителей этой пострадавшей страны, независимо от расы или религии, пытаясь осуществить строжайшую справедливость по отношению к населению, будь то армяне, греки, курды или турки. Таким образом, 22 ноября 1920 года объявляется арбитражное решение, которым окончательно определена армяно-турецкая государственная граница. Армении присваивается титул над следующими территориями – Ван, Бетлис, Эрзрум и большая часть провинции Трапизон, которая имеет выход к Черному морю. Также указаны границы Армении с Грузией и с Азербайджаном. В состав республики Армении входят Нагорный, а также равнинный Арцах, Гартманг и Нахиджеван. Президент США Удро Уилсон в точности выполнил свои обязательства. И несмотря на то давление, которое пытались оказать на президента миссионерские группы для того, чтобы город Харберт и к нему прилегающие районы были включены в состав республики Армения, тем не менее президент Уилсон не превысил своих полномочий. Президент Соединенных Штатов Америки представляет собой государство, а также голос народа. В силу статуса арбитра арбитражное решение является обязательным также для Соединенных Штатов. На решении стоит большая печать США. В отличие от президентской печати, это означает, что данное арбитражное решение становится частью Конституции Соединенных Штатов. В соответствии с 89-й статьей Северского договора, арбитражное решение также утверждает Лига наций, в состав которой входят 18 стран. И таким образом, арбитражное решение становится также обязательным для этих 18 государств. С момента принятия арбитражного решения оно становится необратимым и уже никогда не может быть пересмотрено. Кстати, Турция никогда не оспаривала подлинность арбитражного решения, никогда не пыталась аннулировать его, так как решение исключительно законно и обязательное. После подписания арбитражного решения, в Вилсоновской Армении присутствие Турецкой Республики и предпринятые ею любые действия являются незаконными и недействительными. Эти армянские территории более 100 лет Турция подвергла оккупации, и Турция в отношении этих территорий не имеет какого-либо титула. Турция незаконна, силой оружия завладела и установила административный контроль, а военная оккупация не обеспечивает законное правообладание данной территорией. Установленная арбитражным решением армяно-турецкая граница была подтверждена Турецкой Республикой 16 статьей Лозаннского договора 24 июля 1923 году. Лозанский договор считается свидетельством о рождении Турецкой Республики. Вильсоновская Армения, очевидно, не входила в состав Турции. Согласно Лозаннскому договору, Турция отказалась от прав и титула на территории за пределами границ. В отношении вильсоновской Армении Турция не имеет какого-либо титула, соответственно, не имеет законных прав на нее. Таким образом, Армения имеет неотъемлемое право владения территорией 162 тысячи квадратных километров и иметь выход в Черное море. Но законное право само по себе не будет реализовано, поскольку Армения сама не занимается данным вопросом. Армения на уровне правительства должна обратиться в Международный суд по вопросам территориальных споров между странами и предстать как истец, используя при этом все юридические инструменты, архивные документы. Так почему же арбитражное решение после его вынесения так и не было реализовано? Потому что независимая Первая Республика Армения перестает существовать 2 декабря 1920 года, так как оккупируется Советская Россия и оказывается в составе Советского Союза. Международное право, арбитражные решения Уудро Уилсона являются единственным ключом к спасению Армении, к установлению мира, обеспечению безопасности. Все те, кто выступает против, либо ставят под сомнение, а тем более высмеивает этот наиважнейший документ, все они являются агентами Турции, либо Кремля. Либо находятся под влиянием пропаганды, в которой распространяется, что арбитражное решение не имеет силу, либо истек срок давности, армянин по духу, разуму и сознанию всегда будет сторонником восторжествования справедливости. В конце концов, нам, армянам, необходимо понять простую истину, что арбитражное решение Уилсона – это свидетельство о праве собственности Армении.